Народ, всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть тему мифов в спорте, фитнесе и бодибилдинге, которые преследуют из раза в раз всех начинающих спортсменов. Да что уж там, многие более продвинутые атлеты до сих пор верят в разнообразного рода заблуждения, потому что их когда-то так научили, о новой парадигме никто не рассказывал. Поэтому давайте попробуем сегодня немного это подправить и обсудить некоторые распространенные мнения и я уверен, что для кого-то они наверняка станут открытиями. Кстати, это уже не первое наше видео, да и у других блогеров есть подобная работа и если проследить во времени, то зачастую даже сами мифы меняют свою полярность. А происходит это не только из-за личного приобретенного опыта автора, его там смены мнения, что всегда только приветствуется на самом деле, но и из-за постоянных новых открытий в сфере фитнеса экспериментов и так далее. Для тела человека очень сложные и не все процессы до сих пор хорошо изучены, но мы не будем сильно углубляться, а пройдемся по более фундаментальным вещам. Первое, что изучают и узнают новички, придя в тренажерный зал, это количество повторов. В зависимости от их целей, ведь все мы помним правило, что типа до 6 повторов это на силу, 6-12 на массу, 12-20 на рельеф. И, конечно же, это миф. Никакого внутреннего счетчика у наших мышц нет и сколько раз вы там выжали штангу или согнули руку в локте нет вообще в помине, но откуда же взялось такое правило? А все дело не в повторах, а во времени, который проводит ваша мышца под нагрузкой. Чем меньше вес вы берете, тем дольше вы сможете выполнять упражнение, тем больше времени сможет ваша мышца провести под нагрузкой. Но можно взять штангу потяжелее и медленно ее поднимать 5 раз, а можно взять полегче и со скоростью флэша быстренько закислить свою мышцу на 20 раз и на этом все закончится. При этом время под нагрузкой будет примерно одинаковое. Эффект, кстати, был бы тоже одинаковый, если бы не закисление и некоторые другие процессы в нашем теле из-за увеличенной скорости. Суть тут в другом, что все упражнения нужно выполнять с одной техникой, с одной и той же скоростью, а нагрузку менять весами, что позволит увеличивать не сколько количество повторений, сколько время на само упражнение. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Вторым мифом, который вытекает из первого, что время самой тренировки должно быть не больше 40 минут, то, что дальше уровень гликогена падает, снижается уровень сахара, закисления и многие другие причины. Но на самом деле это все настолько незначительно влияет на сам тренировочный процесс, и важно больше для профессиональных атлетов, которые со спокойной душой глушат все это дело добавками. Да и вы, кстати, можете легко попить сладкой водички или аминокислот, опять же, во время тренировки. И в жизни наш организм так устроен, что энергии в нашем теле хватит на целый день работы, а ваше тело перестанет тратить ваши внутренние ресурсы после, наверное, пару часов спринта натощак, и то, если вы новичок. Ваша тренировка может длиться хоть час, хоть два часа. Другое дело, что это больше нагрузка на ЦНС, это раз. Во-вторых, если ваша тренировка длится так долго, возникает вопрос, что вы делаете все это время? Шатаетесь по залу, смотрите на котиков в телефоне и, как результат, долго отдыхаете между подходами? Ну, либо не дорабатываете в самих упражнениях. То есть берете небольшие веса, работаете не в отказ, что у вас там хватает сил на двухчасовой тренинг. Между прочим, у нас вышла собственная программа тренировок и план питания, рассчитанная по 12 параметрам. Для мужчин и для женщин, для снижения веса, рекомпозиции или набора мышечной массы. Как в тренажерном зале, так и с собственным весом в домашних условиях. Не надо никому звонить или писать, выбирайте на сайте то, что вам нужно и получайте свою программу на 3 месяца. И даже не одну, а 3 схемы тренировок и 3 меню по питанию, выверенные и рассчитанные на каждый месяц вашей программы. А что вам еще нужно, чтобы достичь вашей цели? Ссылочка-то уже в описании. Еще парочка моментов связана с похудением, а точнее со снижением жировой прослойки. Ведь все мы понимаем, что во время силового тренинга мы сжигаем довольно много калорий. Но при этом, при правильных тренировках, цифры на весах только растут. Но растет она за счет замены жировой массы на мышечную. При этом, те, кто считает, что силовой тренинг, или кардио-тренинг, или высокоинтенсивный тренинг, кроссфит и так далее, как-то по-разному влияет на ваше жиросжигание, то, к сожалению, нет. Просто последствия разные. При силовом тренинге мы растим мышцы. Ну, или пытаемся их сохранить при дефиците калорий. При кардио-тренировке нагрузка больше идет на выносливость, дыхательную систему и так далее, но калории при этом мы сжигаем примерно одинаково, ну, при той же интенсивности. А высокоинтенсивный тренинг, ну, что-то посередине, и при этом так же никак отдельно не выделяется. Опять же, важно понимать, что говорю я про одну и ту же интенсивность в пламени времени тренировки и получаемой нагрузки. Понятно, что полтора часа силовой не то же самое, что полтора часа бега по пересеченной местности, если вы вообще столько пробежите. И уж тем более несравнимо с кроссфитом, где уже через там полчаса вы будете лежать на лавочке и думать о мягком диване и чая с бутербродами. Все, что влияет на ваше жиросжигание, это калорийность. Ваша дневная и недельная калорийность. Сколько вы потребляете и сколько вы тратите в течение дня, и в том числе на тренировки. И не важно, какая это тренировка. И именно поэтому бег натощак или вечером особой разницы не принесет. Все зависит от дневного калоража. В общем, как-то так, народ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи, народ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok